Вопрос о профилактике правонарушений в этноконфессиональной среде тема более чем актуальная. Она обсуждалась на круглом столе, в котором приняли участие представители диаспор, студенты, сотрудники правоохранительных органов. В чем залог межконфессионального спокойствия узнавал наш корреспондент. В Чувашии мирно проживают представители 128 национальностей. Многие из них учатся, работают на производстве, в строительстве, в торговле, в сфере обслуживания населения. Атмосфера взаимоуважения и диалога позволяет обходиться без конфликтов. Мне нравится Чебоксар, потому что здесь очень спокойный город. У тебя друзья среди, кто из Чебоксар? Да, есть русский Чебоксар, Шуваш, да. Мы учимся уже в русских группах сейчас. Ну, нормально мы относимся. Ну, они тоже нормально относятся к нам. Например, тебе что-нибудь понадобится, они сразу тебе поможут. Вот без вопросов. Тем не менее, без небольших инцидентов иногда не обходится. А секрет мирного сосуществования в этноконфессиональной среде просто, говорят иностранные студенты. Мы не обижаемся на людей. А почему не обижаетесь? У нас такая. Так принято? Так принято. Но республика, как и любой другой регион России, не существует в изоляции. Меняющаяся геополитика заставляет задуматься о более действенной профилактике экстремизма. И противоправной деятельности, особенно в студенческой среде. И об этом говорили все участники круглого стола. Мне бы сегодня хотелось сказать, чтобы наши ребята не попадали в такие организации, как ИГИЛ, запрещенные в Российской Федерации. Идет вербовка очень сильная. Хотелось бы объяснить им, ребятам, что вот есть такая организация, которая вербует, чтобы они для ознакомления с исламом приходили к нам в мечеть. И более расширенно понимали, что такое ислам. Не через этих вербовщиков. Родион Архипов, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин. Республика.